Китай На этих наших с вами нескольких лекциях я вам прочитаю архаическую культуру Китая, а также конфуцианско-даосскую, а когда мы с вами будем изучать средние века, то я буду читать буддийский Китай, да, то есть я разделяю как бы на два, на две большие такие программы. Тем более, что то, что сейчас происходит во всем мире, для меня вещь не столько загадочная, не очень даже загадочная, сколько все равно изумляющая, это возвращение к средневековью. Мы с вами успешно въезжаем в средневековье во всех отношениях. И то я полагаю, что это такое просто наше представление о средневековье. Религиозные войны, да? У нас мы живем в эпоху религиозных войн? Или я ошибаюсь? Не ошибаюсь. Конечно. 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 Совершенно массового погружения, массового сознания в синтретизм. В синтретизм. В синтретизм. В синтретизм. Или я ошибаюсь? Нет. Именно так. Винтретизм. Вот это вот, а… И потом такая фантастическая неразвитость личности, как будто не было цивилизации. По этому поводу замечательно, совершенно высказался английский философ, которого я лично очень люблю и давно любила, и вам советую почитать, потому что пишет он как Свифт. Вот как Дарвин, просто со смехом помрешен, в лечении же народ со словом обращающийся изысканно, и они с большим чувством юмора особо, это Фома Гоббс, это философ Гоббс, который я лично сейчас предпочитаю всем остальным, и книга его «Общественный договор» замечательная, она переведенная, можно купить и почитать, смысл, который сводится к тому, что человек рождается на свет, как говорит Фома Гоббс, у него есть такое специальное название «натуральный человек». И без всяких там соображений по поводу религии, морали, вот человек человеку кто? Никто. 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 Как говорит Кунелев, только на меня не наступайте. Да только на меня не наступите. Какое мнение наступили я, хорошие наступают. Тогда посмотрим. Да. А и как бы только форма общественного договора, такой заповеди, договора человека с обществом, о религии, о морали, о семейном углу, когда общественного договора существует, тогда человек включен в цивилизацию. Вам понятно то, что я говорю, да? В семнадцатом веке. А стоит этим усом ослабить, и мы, как их не было, сразу выпадаем в натуральное состояние. Такое держатся мощные отношения общественного договора. Человек воцивилизован. Кто ослабевает, он выпадает. А куда выпадает, это уже вопрос. Кто куда? И поскольку как, мы с вами точно знаем, мы из культуры выпали, это я вам говорю совершенно точно. Мы не впали в нее, а выпали. Общественный договор определенно ослаблен, то, конечно, мы находимся сейчас с вами в чем? В натуральном состоянии. И это надо просто иметь в виду. Для чего? Ну, для того, чтобы слушать дирекцию истории искусства. Пытаться пройти в цивилизацию. Или впасть в культуру. Я хочу с вами сейчас немножко поговорить о том, именно с вами поговорить о том, что такое хронология. Вот как вы понимаете, что такое хронология? Вот я вас слушаю. Как вы понимаете, что такое хронология? Не зачем она нам нужна, а что такое хронология? Последовательность. Что? Последовательность. Последовательность. Какого рода последовательность? Разделенная на периоды. Какая хронология? Ну, а что это дает? Ну, если это слово переводить, это очень неогречен. Дайте слово. А что это дает? Дайте слово. Какая хронология? Некая поступательность. Некая, некая. 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 Подобие истории. Да. Это очень хороший ответ. Мне очень нравится. Я думаю, что действительно хронология – это вещь, которую мы можем причислить к порядку исторического мышления. Исторического. В своем рассказе о генерациях античный миф очень большое внимание уделяет одному сюжету. Для греческой античности это сюжет основополагающий. Они его обожают. Они его просто чуть что сразу понимают. Он для него очень важен. Называется этот сюжет «Гигантомахия». Это битва новой генерации богов во главе с Зевсом. Вот с этой вот отжившей той уранической, которая пожирала своих детей. Вы знаете, да? И мы можем с вами сказать, что Севс, который родился на Крите. А мы с вами о Крите будем говорить особо пристально, потому что это очень для нас интересно. А сейчас я только упомяну. И там, представьте себе, с ним произошла уникальная вещь. Вы не поверите, он там потерял пупок. И пока его переносила эта коза или нимфа из одной пещеры в другую, он потерял пупок. «Как сказал бы Шекспир, прервалась связь времен». Правильно, да? Разорвана эта пуповинная связь. Он является диктатором и лидером совершенно новой генерации. И победа Зевсова в племени его братьев и сестерах, его сторонников над ураническим поеданием собственных детей, это победа Хроноса над хаосом. Это победа Хроноса над хаосом в античности. Это отмечено изумительным мифом, любимым мифом, такой точкой очень важной, гигантом магии, победой Хроноса, который и становится порядком мировым или Логосом. Вот это очень важная вещь. Потому что вы даже не представляете себе, какая серьезная вещь Хронология. именно поэтому я с вами хочу сейчас немножко поговорить, в преддверии своих подходов к Китаю, поговорить вот о том, что такое в нашем историческом сознании. А потому что сознание историческое – это сознание памяти. когда нет памяти, исторического сознания нет. Тогда получается в человеке представление не об истории, а это родовая вещь, это матрешку, знаете, игрушку матрешку, да? Такая маленькая, маленькая, побольше, 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 побольше. А с вертолем, что нет, подобный, 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 да? Потом опять подобный, подобный, потом шеет, рожмайцы. Но это не время, это не Хроноса, это биологическое подобие хаоса. А историческое сознание, оно все-таки связано с понятием памяти. И поэтому мы с вами смело можем сказать, что Хронос и Логос – это не только понятие именно порядка, да? Но это еще понятие памяти. Хронос – это понятие памяти, хронология – понятие памяти. В каком году это было? Наша память связана, она привязана. Это очень важная вещь, что наша память вообще, а историческая память в частности, необыкновенно связана с таким понятием, как хронология, с таким понятием, как Хронос, Логос – это неразрывные вещи. Беспамятство – это потери вот этого Хроноса в себе и как связи своей с миром. Поэтому, когда начинаются великие революции и всякие преобразования, что мы делаем сразу? Сразу ликвидируем. Что? Календарь. Обязательно. Обязательно. Сразу начинаются манипуляции с календарем. Как я говорила, это бессознательно. Сознательно. Вот такая категория глубокая. Бессознательно. Сразу восемнадцатая Брюмера, да? Что такое Брюмера? Когда… Нет. Просто пришло новое время. Гигантомахи еще одна. Воспроизведение опять. Это идея гигантомахи. Установление нового порядка. Новая точка отсчета. Новая точка отсчета. В мировом общепринятом времени Григорианском, по которому сейчас живет весь мир, который пришел на смену Юлианскому Григорианскому, они не так уже отличаются. Но весь мир существует внутри Григорианского летоисчисления. И еще существует мусульманское летоисчисление по пророку Мухаммеду, да? И вообще существует еврейское, библейское летоисчисление. Существует внутри много культурных структур. Но одна сейчас установлена, как в всемирное время, по Григорианскому календарю. Вот. Это вот важно. И там есть точка определенная. Одна точка. Также, которая является вот этой вот самой точкой рычаговой, поворотной, и которая также связана с нашим капитальным, радикальным сознанием. До новой эры и после новой эры. Вот что нам с вами дадут знать. Про ремка рассказывают, да? До новой эры и после новой эры. А что такое? До новой эры и после новой эры. Да. Да. До и после. Ну что, он был ведь не один. Пророков, которые пришли на смену. Некой мифологической доктрине. Их было много. Ну, не много, но они отличаются от до своего времени тем, что они персонифицированы, что это люди с биографиями, собственно. Будда был, Гаутама Шакия VI был, да? Физически он был или это придумали? Был. Да точно говорю вам, был вот сто процентов. Мы точно знаем, когда он родился. Мы точно знаем, когда он умер. Мы точно знаем, когда он жил. Точно это все. Ну, что касается Мухаммеда, тут еще говорить даже нечего. Да? Это на расстоянии просто вытянутой руки. Это вот. Он такой молодой еще совсем. Дальше. Были, были. И он был. Но он отличается от них. Только одним и вообще от всех. Они умерли и умерли. Могилу можно посмотреть. Он взял и воскресил. Был такой случай. Угу. А сейчас мы только будем констатировать, что это единственный случай. Все. Все есть. И гроб есть, и все. Ну, воскрес. И вот эта точка уникальная, она в мировом, историко-корбологическом сознании. Но это все отсчитывается. Сейчас отсчитываю. Вот то, что я вам сейчас говорю, это важно хотя бы просто по одному тому. Что очень важно такое понятие, как начало. Начало. Потому что такое начало. Начало – это когда ты родился, да? А может быть, начало – это не когда ты родился, а когда ты был зачат. Мы же не знаем. Вот начало много. И много концов. Нет одного начала. Но существуют опять условия. Мы договорились. Эта точка, вот мы считаем, дверь открылась, и мы говорим – здравствуй, да? И вот китайцы имеют такую точку. Они называют дату. У них есть дата. Ведь это же надо придумать такое. Они называют дату. дату. Они говорят, что в три тысячи двадцать первом году. Время не помню, клянусь. Но как раз зацвела дикая слива. Некто. 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 Император Джоу. Сидел на берегу мутно-зеленой реки Янзы и медитировал на эту реку, на воду. Заметьте, в три тысячи двадцать первом году. Они указывают дату. И время года. Вот только, 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 только. Вот если вы будете смотреть китайские картины в дальнейшем, то обратите внимание, у них есть постоянно повторяющийся такой сюжет. Он и на ширмах, он и на картинах. Очень красивый мотив. Черные такие стволы. Черные стволы деревьев. И на голых, безлиственных, черных стволах белые цветы. Это значит новое время. Это значит новое время. Это значит новый год. Целосава. Кстати, о новом годе. Что происходит, когда бьют часы двенадцать? Что происходит? Начинается новое время. Продолжаем. Нет. Время останавливается. Потому что пока часы бьют, времени нет. Правда? Это остановка времени. Между прочим, запомните то, что я вам сейчас сказала. Слово остановка времени. Прежде чем начался новый цикл, началось новое время, есть остановка времени. Эти точки остановки времени, они в культуре очень важны. Например, для греческой культуры, для греческого сознания, они просто совершенно, просто главные, в греческе это главная вырезка из времени, это остановка времени. Вообще для их сознания главное не время, а остановка времени. И вот как только, вот этот звук такой, шорох такой идет, треснув шипочка. Все. Вот эта остановка времени застыла все. И потом начинает ползаться, раскрываться степелые цветы. И как раз в этот момент некто, император Джо. Что такое Джо, мы не знаем. Все китайцы по-разному это дешифровывают. Одни говорят, что Джо – это племя такого. То есть такая этническая группа, вроде дарийцев в Греции. Очень такая активная. А что вообще с этими Джо очень интересно, что Джо очень отличались от остального коренного населения. в 2021 год до новой эры. И вот он был императором Джо. И даже, или это период исторический Джо. Тут существуют разные категорические развития. Но одним словом он сидел и медитировал на воду. Очень сильно. И тут нечто произошло. Есть, правда, скептики, которые говорят, что он медитировал на облаках. Почему вы смеетесь? Я говорю вам точно, что две теории. Я презрительно отношусь к теории на облаках. Я сторонница медитации на воду. Вот эти реальческие. Сейчас будьте внимательны. Я сейчас объясню, почему. Такая облака. И пока это он, сидя, известно как его звали, когда это было. «Из воды вышла лошадь. Из воды вышла лошадь. Она была влажной лошадь. И потому цвет ее...» То, что я говорю, повторяю, будь очень внимательна, потому что это все имеет значение прямой ко всему. Китай до сегодняшнего дня, до сегодняшней минуты. Цвет ее я вам не могу объяснить. Ну и сами китайцы тоже затрудняются в объяснении этого цвета. А вот на том, какого цвета она была, наверное, стоит остановиться. Потому что этот цвет очень важен. И возвращаться мы к нему в нашем с вами рассказе о Китае будем неоднократно. Он был. Никакой. Пока мы помним только это. И лошадь-то была странной. Она шла и влачила за собой киты при длинных островах. И она трижды обошла вокруг медитировавшего на нее Фусси. О личности Фусси я хочу вам сказать, что он считается одним из легендарных королей, легендарных императоров Китая. О нем существует огромная литература. У него была супруга. Они изображаются вместе и вместе, и по-русски, и по-переменно, по-всякому. И вот этот вот самый Фусси, он одновременно и легендарная также фигура. В той же мире, как всегда, седые короли являются во всем мире в той же мире фигурами историческими, как и фигурами мифологическими легендарными. Это всегда. И скажите мне, пожалуйста, история вообще имеет? Вот какая история правдоподобнее? Вот та, которая история фактов, вот такой-то цель в такой-то год, да? Ну, или та история, которая имеет мифологический замес? Мифологическая история. Какая достоверная? Какая история интересная? Нет, я не то вас прошу, что ха-ха-ха. Это не ха-ха-ха. Я не случайно про Фусси, потому что вы увидите, что с ним связано. Такой был, казался, ну, какой серьезный человек. Сегодня был Фусси Джо. Что вы? Джо, это ей Фусси, да? Ну, не двое было там. Фу, это премия Людинастии. Он сделал Фусси. Но цвет кожи был тот же, разрез глаз узнаю. Три тысячи двадцать первый год помните? Да. Почему? А кто в этот момент правил в Египте? Это интереснейший вопрос. Интереснейший вопрос. Что в этот момент происходило в Египте? Я полагаю, вопреки утверждению, что правил один фараон, я предполагаю, что правил третий фараон, я предполагаю, что он был современником не Хефрена, а Микерина. А потому что, по всей вероятности, именно гробница Микерина, а не Хефрена, возводилась именно тогда, когда Фусси сидел и медитировал. Но мы можем обобщить и сказать, что когда это происходило в Китае, то в Египте строились великие пирамиды. То есть историко-хронологически это происходило в Китае. Запомните это, потому что мы сейчас перейдем к следующей аналогии. Так вот лошадь обошла вокруг него своим хвостом и уселась вот так спиной. И он посмотрел на эту спину и увидал, что на спине нарисованы знаки. И он тогда взял и эти знаки срисовал, скопировал со спины лошади, которая вышла из воды в 2021 году. Вот эти знаки представляют собой, во-первых, основу всего алфавита китайской культуры и философии. По сей день институты всего мира этим занимаются. Вот сейчас мы с вами будем говорить об этих знаках, потому что первая, так сказать, тема – это тема вот этих вот знаков, которые были нарисованы на спине лошади. И называется эта система Багуа, это архаическая конструкция древней Китая, философско-эстетически-художественная, промыслительная, которая вот в том виде, в каком ее срисовал Фуси. Вот, вот повторяю, в том виде, в каком ее срисовал Фуси, по сей день существует и работает. Представьте себе, только комментируясь, что она не просто он, она, оно, не просто лошади, а вообще-то говоря, немножко дракон. Потому что чуть-чуть драконы, потому что когда он, оно, она чуть-чуть драконы повернулись спиной к Фуси, то у ней, у него, у оно на спине были крылья. И вообще, судя по некоторым писаниям, которые очень для меня лично убедительны, она, оно, было похоже именно чуть-чуть дракону. И что вы думаете, эта лошадь дракон сделала? Потому что это была именно лошадь дракон. Необыкновенно элегантным жестом из-под крыла, вынула и подарила Фуси в качестве второго подарка, потому что первый был нарисован на спине. Как бы вы думали, что... Плавать. О! Что? Я вам сейчас такое скажу, что вот тут-то вы и ахнете. Она ему подарила зеркало. О! Как круто. Ничего. Для того же, для чего и сейчас. Только если не понимать зеркало, в смысле накрасить губы. А в более широком смысле. Таким образом, китай, я вам и буду читать по нескольким направлениям. Вот по направлению вот этой системы, лошадь дракон, а потом Фуси, из-за того, что он был удостоен и получил такие подарки. Как бы вы думали, что он сказал? Спасибо. Небо показалось вовчинком. И он сказал, что вообще-то это родственник его приехал с его далёкой звёздной родиной. Потому что родился он на звезде Альфы из созвездия дракона. И вообще-то он драконит. И к нему родню просто прислали. Потому что здесь дела на земле совсем фигуровые. Ничего не изобретает никто. Стагнация полная. Толчка нет никакого. Да? Все сидят, думают, какую бы национальную идею придумать. И что бы такое изобрести, чтобы была передовая технология. Модернизированная. Опиум не курили тогда. А вот это будет отдельная тема. Судя по рассказу, это же нет. Это отдельная тема. Потому что она очень имеет прямое отношение ко всему. Ну да, мы боимся. Боюсь, что вы немой слушаете. Потому что вы... Я не скептик, нет. Смотрите. У меня на лекции скептикам не место. Сидите, читайте Большую Советскую Циклопию. Или всеобщее история искусства. А что ходить ко мне? Я скептик. Так вот дальше. На чем мы остановились, вы помните, да? По поводу чего я вам говорила? На зеркале. На деканине. Да. И как вы себя понимаете? Вот вы себя как понимаете? Он правду говорил или нет? На Новый год они дракона таскают по всему Китаю. И по всем вообще этим странам. Он теперь на лошадь не похож никак. Это плохо смотрите. Они таскают драконского настоящего. Ну ладно. Ноги есть. Все. Не придирайтесь. А у нас так было. А у нас был похож. Это вы сейчас видите такую вот... Да. А это надо немножко иметь более напряженное воображение. Вот если лошадь с длинным хвостом и с крыльями, она уже дракон. Тихо. Что за публика такая? Я говорю, дракон был. И он сказал, что он по происхождению своего драконник. И с тех пор все китайские императоры были драконами или нет. Высший знак-то неба кто в Китае? Дракон. А откуда он взялся? Что это придумано? Что-нибудь? Это кто же догадаться может? Это на самом деле было так. И Пал Фуси точно сказал, что если бы не было информации ему из ноосферы или звезды Альфа и созвездия дракона, извне, вот загнивание бы было. И когда в шестом веке утонуло для этого, у моего любимого персонажа, потому что мой любимый персонаж, учителя куна, который называется Конфуция, ученики спросили, а что учитель, ты скажешь о будущем? Конфуция задумался и сказал, что та лошадь давно не выходила из воды. Боюсь, что все кончено. Это ответ Конфуция на вопрос ученика. Это большое обновление, огромная информация, огромная информация о мире, вот эти знаки, и это зеркало. Потому что это два, конечно, главных понятия, и сейчас, полагаю, за эти несколько часов вы это поймете. Что же касается египетских фараонов, у них примерно те же были представления, что информация идет извне. Что они информацию получают из космоса, они выкачивают ее из космоса. То есть не вообще из космоса, а из каких-то определенных точек. Ну, они темные были люди, древние. Я вернусь еще, прежде чем мы с вами порисуем и попишем. Я хочу вернуться еще раз к хронологии, вот к этой цифре 2021 года. Она так в Китае незыблемая, абсолютно, она жесткая. Пусть и сидим, только повторяю одни про облака, другие про реку. Про облака забудем. А про облака то же самое? А почему ты скептическая точка зрения? Ну, я знаю, что из реки вышел. Не может лошадь из облаков выходить? Может, если на дракон, извините. Не такая уж глупость. Ушла мухая, как мы говорили, с облаковыми. Категорически нет, и я с вами согласна. А самое главное, что она была от света никакого. Это очень важно. А что вы смеетесь, если вы не знаете, о чем я говорю? Вы сейчас очень печальный уплак, когда узнаете. Подождите, потом немножко. Соблюдайте хронологию. Мы ко всему, так вот о хронологии. Знаете, вот я как точно абсолютно вижу, как сидит там Фуси. А что касается лошади, то она моя просто родственница. Потому что я сама немножко ушла. А вот как они жили тогда, 3021 год, когда Сакура цвела, я себя не очень представляю. А представление мое о том, что были за города, как они жили, было бы, наверное, совсем смутно и непроясненно. Вот так бы и сидел один Фуси в своем халате на берегу Янзея. Если бы не раскопки последних 20-30 лет, в которых китайцы преуспели. Вы знаете, как это интересно. Это оказалось очень интересно. Оказалось, что цивилизация была на высочайшем уровне. Потому что особенно хорошо с тех времен сохранилась бронза. Бронзовые всякие сосуды, знаменитые вот эти вот втокмакал, там очень много раскопок. Ну, естественно, раскопка это что? Захоронение, да? Это курганы. Это всегда то, что мы знаем о прошлом. Это всегда с чем связано? Лев Николаевич Гумилёв сказал. Культура – это отношение к смерти. Запомните, отсюда и навсегда. Он дал самое точное определение. Культура – это отношение к смерти. Вот как египтяне к смерти относились, вот такая у них культура. Потому что к смерти они относились, разворачиваясь, как к бессмертию. А вот как мы относимся к смерти, такая у нас культура. И такие у нас дома и лампочки. Культура – это отношение к смерти. Так вот, у них было это отношение к смерти, солидное. И поэтому эти раскупки датируются как раз четвертым, третьим, вторым тысячелетиям данного эра. И мы видим, что это была очень высокая ростная цивилизация. Два момента. Два момента. Это бронза. Потрясающая бронза абсолютно. Я была на выставке китайской, этой вот, этой вот так называемой архаической или доисторической бронзы. Потому что, что это было такое, никто не знает. То ли они были самой высокой точкой культуры, доисторической. Мы когда доисторической, думаем, что это вот как показывают. Сейчас же все влюблены в Дарвина. Просто по уши. Косинхондральная Ева. Или как их зовут-то? Все уже от Евы это идет, а она топает по этому самому мультипликационному экрану. И тебе кажется, что это так и есть. Оказывается, вот эти древние точки, они очень высокие. Вот эти курганы замечательные. Там бронза великолепная. Что там нашли, вот в этих, вот что я видела самое личное в этих раскопках. Вот эти три, три с половиной тысячи лет до Нового Рода. Что я там видела? Они показывали бронзовые сосуды для крошения. И я прошу запомнить об этом сейчас, в этой жизни. Для крошения. Я пока не буду говорить, в какие цвета. Потому что сейчас как раз мы переступаем именно к этому. И это связано с теми знаками, которые идут у себя. Но там были не только бронзовые сосуды для крошения, но и сами тканы. То есть, когда сидел Фуси, он не в хижине жил. А это была очень высоко развитая культура. Точно такая же, как в Египте. Потому что всякий курган, всякая раскопка, всякое явление археологического захоронения, назовем ее правильно, будем называть, что источником нашей информации о жизни очень далеких и незапамятных времен, которых мы условно определяем как три тысячи лет до новой эры. Давайте сделаем себе такую дату, милую. Является книга мертвых. Это называется книга мертвых. Так ее называли египтяне. Все, что находится в пирамидах, как раскопки, и в курганах, в китайских раскопках, это все книга мертвых. То есть, это книга бессмертия. Она открывает нам страницы того окошечка, которое маленькое, которое мы протираем, и смотрим через него, и видим, что мир был такой же точно, как сейчас. Были дома, были улицы, были ремесленники, были китайские императоры, которые после Фуси в династии Чжу считали себя драконинами. Ну и до Петра тоже была какая-то жизнь, и до Фуси была какая-то жизнь. Но после Петра она была другой, да? И после Фуси была. Так что же увидал Фуси? На спине он душит. Вот то, что он наверху, вот то он и увидел. Вот то, что наверху? Вот то, что наверху. А тут на корейском плаке. При палочке? Не друзите меня, не утомляйте, очиститесь от знаний. Полностью. Вы, кто вы, посмотрите, белый лист бумаги. Белый лист бумаги расслабится. Никаких предварительных знаний ни у кого нет. Мы возвращаемся к точке, которая была у Фуси. Именно это увидел Фуси на спине у лошади. Вы понимаете это или нет? Поняли? И никакого корейского флага. Какой корейский флаг? Только нарисуйте это. Я на собаке не увидел. Не надо сейчас разговаривать. Вы пропустите очень важные вещи. Круг вокруг сделаете. Вот так круг. Круг вокруг. Фуси долго смотрел на эти знаки. Он долго смотрел на эти знаки. На эти знаки смотрит все высокомудрые и до сих пор. В своих институтах. Историю вопроса, конечно, я вам расскажу. Значит, он нарисовал три непрерывные палочки сверху. Три прерывистые внизу. Это в кругу? Ну, вы можете мысленно круг провести вокруг. Это в кольцо взять. В кольцо взять. Это в кольцо. Потом. С правой стороны он нарисовал одну непрерывистую. Две прерывистые. Видите, как они нарисовали? А с нижней стороны две непрерывные, а внутри прерывистую. Вот вы, если бы были вместе Фуси, вы бы не догадались. Ничего. А Фуси, поскольку он был из звезды Альфа и созвездия Дракона, и вообще Драконин, и к нему приехал в гости кузен, чтобы помочь немножко сдвинуть эту абсолютно осиротевшую землю, ввести ее в культуру, чтобы она впала в культуру, он первый понял, в чем заключается дело. Вот почему он гений. Он понял первое. Он сказал, что здесь нарисовано схемами раздваяния, вообще всего. Комбинация элементов. Просто самых примитивных элементов. Палочек. Палочек. Вот палочка, которая непрерывная, три палочки, которые непрерывные, вот эти три непрерывные палочки, они называются пьян. Или все, что есть мужского рода. Вот все. Например, кот. Да? Это я. Какой-нибудь там пистик в каком-нибудь цветке. Вот все. То, что есть в графе О, где обозначено М, это называется Ян. Изображается тремя непрерывными линиями. Вы поняли? А то, что есть прерывистые линии. И. Три. Это все, что есть женского рода. Например, кошка. Или тычинки. Или то, что в графе обозначается буквой Ж. это есть женского рода. То есть, вот эти знаки, они универсальные обозначения пола. Или принципа пола. Универсальные. А есть такое предположение, что Фусси пошел дальше и дал некие более глубокие основы понимания этой знаковой системы, нарисованной на спине лошади. А что же дальше? А дальше то, что эта система имеет. Еще одно значение. Например, Ян или мужское определение имеет еще одну символическую графику. Потому что речь идет о определении понятия через графическую символику. Вы меня поняли, да? Красная звезда. Надо объяснять, что это такое? Красное знамя. Надо объяснять? Это есть обозначение понятия через символику графическую. Вот это обозначение очень емких понятий или свастик. Ну, со свастикой сложнее это через графическую символику. Но внутри этого есть еще одна графическая символика. Например, Ян обозначается вот так вот, как рук. Вот это Ян. Вот. Ян обозначается еще как круг. Почему? Почему Ян изображается как круг? Потому что в данном случае, когда рисуется круг, понятно, что речь идет о высшем понятии Ян. Ян. Потому что Небо это Ян. То есть когда изображается это небо, это небо. Поворачивай обратно. Это небо. Ян это небо. А почему небо изображается в виде кольца? Откуда эта графика? Нет. За кольцом не стреляют. Что? Время за кольцом. Нет. При палочке в кольце. Нет. Потому что это безначально и бесконечно. Кольцо это символическая графика понятия безначальности и бесконечности. И если вы это кольцо представите себе не планиметрически, да? А если вы представите себе в качестве фигуры, да, объема фигуры, это будет сфера. Это сфера Ян. Точно так же, как и графическое начертание. Но они любят графическое начертание Ян. Ибо это безначальность и бесконечность. Сфера это вообще безначальность и бесконечность, каждая точка которой центр. Поэтому если вы делаете так, вы попадаете все равно пальцем в небо, как бы вы в центр. Это безначальность и бесконечность, где каждая точка центр. Вы поняли или нет? изображается это в виде круга или сферы или трех непрерывных точек. что же касается вот этой нижней. Она вопрос Ян это и небо и мужское начало. Когда говорят кольцо это небо. А когда три непрерывные линии все равно кто что мужского начала может быть в том числе и небо. У нас очень часто тяжелый материал идет так что вы тихо сидите. И вот без этих хихий там все. А вот когда речь идет о прерыв о прерывистости речь идет женском начале то тогда это не небо а уже что семья. И как бы вы думали земля ими изображается этими китайцами со времен фуси и так далее до сих пор. Истоки китайских школ до сегодняшнего дня тысяча китайских школ все этим занимаются вы поймете постепенно почему. как изображается земля как квадрат как как ура квадрат земля изображается именно как квадрат земля почему небо изображается как рук вы знаете а потому что земля обращена к четырем сторонам света север север юг запад восток потому что земля имеет четыре времени года и имеет каждое время года имеет одинаковый период а потому что земля имеет четыре времени в сутках потому что земля имеет какое число какое число имеют четыре семья имеет число четыре это у нас земля а небо или ян какой имеет число идеальное число бога какое во всем на всех мировых языках культуры идеальное число бога и на всех вообще на всех христианский символ чего ну конечно быть очень поражены удивлены и как сказала одна бывшая наша студентка какао никто же была троица да причем даже определялась так же как это ни странно не парадоксально так вот ян это у нас три вот интересно просто невозможно интересно а еще как определяется ян как небо какая главная черта неба какая его главная жизненная функция мужская жизнь оплодотворение говорят древние китайцы дождь из него валит благо все да да цветочки значит здесь речь идет о том что я оплодотворяем землю им поэтому это как мужское оплодотворение так и божество как говорят китайцы были основоположниками и остаются по сей день алхимией вы слово такое слышали да вот у них основной закон есть что вверху то внизу и вот это вот все об алхимии китайской так же как интересующие вас находятся мы говорим на следующем сегодня не дойдем а вот что касается этой схемы то мы с вами сейчас продолжим и так ян как высшее божественное значение а так же высшее мужское начало имея жизненную функцию как они говорят мировой спермы или оплодотворение тогда ян обозначается цветом внимание ян как жизненный потенциал как жизненная потенция имеет синий цвет мы сейчас будем поскольку с вами строить храм то все наматывается значит круг число 3 это синий цвет квадрат это земля 3 прерывистые линия а берущие в себя принимающие в себя и воспроизводящие земля да правильно рассказываю она какого цвета китайская китайцы какого цвета какого они цвета желтый из земли своей желтый желтый цвет земли желтый это вот это у нас синий вот синий у нас да вот это синий а вот это желтая это желтая она и если мы мы с вами вдруг представим себе простую вещь что вода пролилась на землю и произошло бракосочетание ну виртуальное да метафизическое графическое и синий цвет проник в желтый ну конечно конечно это свет прошел сквозь тьму это свет прошел сквозь тьму мужской начало что чей женской это сакура зацвела это тварность это зеленый цвет вот эти цвета я видела в чане медном периода джоу и каждый кто будет смотреть из вас китайскую книгу эти чан увидел и там основные цвета красили да синий желтый зеленый потому что допускается смесь синего с желтым а какого цвета жизнь то есть какое число жизни ну если проникает если сливаются три и четыре они же не дружат они же соединились они помножились ну сами вот это число жизни 12 это всегда число жизни году месяцев сколько и так далее и ничего с тех пор не изменилось зеленый цвет это цвет тварности на всех языках в иконе роты когда изображают тварность творение делают зеленый цвет какая фигура нарисовать специальные фигуры нет они знаете что делали сейчас покажу они делают такую фигуру вот они берут вот это вот самый край земли вот ее сторону одну и делают полусферу вот так вот так восходящее солнце странно восходящее солнце понимаете да понимаете линия земли и встающая цвет восходящая жизнь цвет зеленый в иконах во всех зеленый цвет вот что и очень интересно что скажем псковская школа в древней русской иконописи очень отличалась от московской от новгородской в новгородской скажем любимый цвет кенвери они очень любят вот эту самую красную новгородскую жилку с этим отличаются на живую а псковичи любят зеленый у них зеленый цвет они очень земные они очень такие земли и вот они включаются зеленый символика цвета основа любого изобразительного искусства от какого-нибудь джоуфу си до сегодняшнего дня цветовая символика цвет очень многому учит для китая это цветовая символика все они никогда не употребляли цвет просто так и когда я вам расскажу какие-нибудь энциклопедии по этому поводу сегодня мы еще не успеем в следующий раз у нас все-таки три занятия по китаю я попробую уложиться с трудом поджимая себя но попробую так в первом приближении то имейте ввиду что они создали величайший алфавит в мире художественном потому что они соединили синкратизировали создали синтез формы числа цвета понятия до вас дошло или нет форма вот она форма всегда есть число а число и форма всегда есть понятие это входит в основной алфавит китайского древнего искусства системы богора и хотя мы с вами сейчас рисуем незамысловатые фигуры но они и сейчас так рисуются это простые знаки но они полны глубочайшего смысла очень для нас живого очень важного форма изначально форма тогда форма если она имеет число и цвет а если она не имеет числа и цвет это не форма господа кинематографисты знаете это полезно нет форма обязательно должна быть осмысленной не как вот число назову-ка я эту девушку 32 вот не в этом смысле она должна быть численно то есть она должна иметь числительную форму но это еще далеко не и так если мы с вами берем эту знаковую систему то здесь мы имеем еще круг здесь мы имеем еще зеленый цвет да то есть синий цвет здесь мы имеем желтый цвет здесь мы имеем зеленый цвет правильно, да? Здесь мы имеем 3, здесь мы имеем 4, здесь мы имеем 12, здесь мы имеем круг, здесь мы имеем квадрат, а про это я пока молчу, это будет, а потом, это слишком серьезно. Остануемся еще на этом, еще есть одно понятие, мы с вами должны перерыв сделать, да? Да, я сейчас договорю, да мне что, сейчас подождите, я сейчас отвечу на ваш вопрос, я вижу, я только договорю. Так, вот Ян и Небо и Земля имеют еще один цвет, еще одно понятие. Ян еще имеет одно значение, наиважнейшее. Мужское начало – это не только творческий потенциал мира, но Небо или Круг имеют еще одну очень важную функцию. Они называются, Небо называется свет, свет, небо всегда, как немцы говорят, вот это вот самое химмельрайн, вот это вот светящееся, небо – это свет, небо – это свет. Небо имеет еще одно значение, значит, оно имеет значение универсального мужского начала, три палочки непрерывные, имеет значение оплодотворяющей среды мира, синий цвет, небо – вот это химмельрайн, свет, свет, небо – свет. А какого цвета свет в Китае? Мимо, все, мимо, мимо и мимо. Как-то лошадь. Господа кинооператоры, если вы берете максимальную концентрацию света, какого она цвета? Белого, серого. Клебанов сегодня будет, я ему на вас настучу. Кого сюда приняли? Черного? Черного. У китайцев свет черного цвета. Вот, когда хотят показать светлый конь, или хотят показать, а делают его с золотым, с золотым. И в мусульманском искусстве, где цвет, форма и число имеет огромнейшее значение, тоже цвет золотой. А у китайцев черный. Вот черный, вот, хоть, хоть умеет. Главное, ну, потому что это божественно концентрированный свет, максимально концентрированный свет, а он черного цвета. Поэтому это черный круг. Круг бывает черный, и круг бывает синий. Вот черный круг, это свет. Нет, свет, именно свет. Вообще свет. Не солнечный свет, а свет. И оплодотворяющая среда, свет. Шапочки, они какого цвета носят китайцы на голове? Черные. Черные, черные шапочки носят на голове. И кероны, короны китайских императоров, тоже черные все. Это венчание, черный цвет. И земля имеет тоже. Значит, стихией неба является вода. Правильно? Правильно я сказал? Да. А стихией земли является огонь. Земля имеет, небо имеет свет в качестве стихийного определения. От нее огонь. Вообще, Багуа, это восемь углов. Мы с вами рассматриваем только четыре. Они рассматривают восемь. Буквальный перевод Багуа, это восемь углов. Потому что они рассматривают не просто север, юг, запад и восток. Они рассматривают север, запад, юг, восток. Но нам с вами не нужно. Наша головка устанет и от этих четырех. Зачем это нам, этот юг, восток? Да пускай они с ним возятся сами. А мы с вами только на четыре угла смотрим. Так вот, я, земля, имеет два цвета. Желтый и красный. А, то есть, инь, как земля, имеет желтый и красный. Если цвет употребляется, желтый и красный, значит, речь идет о земле и земных делах. А если речь идет об истине, А если речь идет об истине, Тогда речь идет о черном цвете. Потому что это свет, понимаете? Это речь идет об истине. Это всегда черный цвет. А если речь идет о потенции, Это всегда синий цвет. Если вы представите себе Лист бумаги-лишок, На который черной тушью Что-либо нанесено, Это обязательно истина. Вы меня поняли? Вы их поняли? Да. Так. Давайте построим главный архитектурный раритет Китая. Хотите? Да. Да. Значит, в XII веке Уже в почти новой столице Пекине Был построен Ныне стоящий там благополучно Храм Неба В Пекине Его можно сегодня видеть в Пекине Конечно, будет зависит от того, Как вы построите Так В XII веке Был построен собор Парижской Богоматери В XII веке Были построены Владимирский собор В частности, Дмитровский собор Вы знаете Это очень интересная вещь Называется это осевое время Я сейчас на нем останавливаться не буду Но существует понятие осевое время Например, VI век до новой эры Начинается там Будда, Ман, Пифагор Все в VI веке родились До новой эры Осевое время Вот одно из таких осевых времен VI век до новой эры Осевое время, несомненно, XII Несомненно Точка расцвета крестовых походов Вообще, средневековая жизнь Во всем Во всем Вот земном шаре цивилизованно А когда было последнее осевое время? Пока не скажу Скажу потом Было-было Лучше не знать Тихо Было-было Осевое время Это философ такой экзистенциальный Я спасла на то, что на эту теорию Я спасла на то, что на эту теорию Я спасла на то, что на осевое время И вот на этом осевом времени Построен был храм неба в Пекине Строим, строим, строим Сосредоточимся Значит, вот выстраиваем Сколько мы с вами возведем крыш Три А какой формы будут эти крыши Конечно, круг Мы с вами возьмем И возведем три Круг Круг Кружек А потом мы эти круг Выкраши покрасим Как вам их покрасить? В стиле? Мы их покрасим В стиле Более того, они с желабками Потому что с них ссыпается вата Чтобы она не застрелилась Но черный там тоже присутствует Потому что они же не на воздухе висят Эти крыши, правда? Они же возводятся над какой-то основой Конструктивной Тоже круглой Вот она черного цвета На чем стоит? На чем? На квадрате На очень большом квадрате Какого цвета этот квадрат? Желтого 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 А какая у него платформа? Верно Красная Вот так все точно и есть Как вы сказали Очень сообразительные И они так и выстроены Вам пожалуйста Вам пожалуйста Правда не целиком Мы это строили Конечно это А крыша сверху синяя А вот эта вот штука черная А вот эта платформа желтая Она просто воспользовалась сладьми Там вот эти еще Такие штучки Вот такие башники А это Всякое такое классическое произведение Оно достраивается И оно было немножко перестроено В манжурские времена Когда было китайское завоевание Манжурии И вот это вот немножко Манжурский мотив Но мы с вами просто его еще немножко не расписали Вы просто не знаете что на нем написано Это потому что просто вы не знаете просто еще Да? Вы не знаете что главный Нет нет Вы знаете что главное животное небо какое? Ну конечно дракон Ну всюду просто проклятый А вы знаете какой символ женский главный? Какой главный женский символ? Мне не нравится как вы веселитесь Вы устали значит Нет не кошка А черепаха Относительно Смешания цветов Вот если синий С желтым То это за милую душу Да? Только мешайте Чтобы жизнь воспроизводилась на земле То категорически Нельзя смешивать Цвета Определяющие Свет и тьму Свет и тьму На палитре смешивать нельзя Тьма Тьма Желтая Земля Она же тьма В отличие от света Неба Никогда Нельзя смешивать Свет и тьму Желтый И черный Цвета В Китае Не смешиваются Никогда Они только Соседствуют Соседствуют И называется это Лю Лю Это соседство Что значит смешать Один в три дня Я понял А как это выглядит Сейчас покажу Покажу Чтоб не показало Выкину что Это называется Лю Это всегда Близко Показывают Рядом Не переливают Друг в друга А рядом Желтый Или золотой И черный А употребление Рядом Желтого И черного И число Это Не шесть А семь Три Плюс четыре Однажды Китайский Император Манжурской Династии Это была Очень серьезная Династия Его звали Ли Шинбау И Шао Ци Утром Вышил Своим Подданным Он Принес То есть Вот эта Манжурская Династия Очень мощная Она Принесла Очень большое Количество Изменений В китайскую Бутылу В частности Мужчины На манжурский Манер Начали Носить Косу Китайская Коса Вот эти Ногти Отращивают С Напорцочками Мы Руками Не касаемся И Вышел Он К своим Подданным Так На нем Была Черная Шапочка На нем Была Черная Кофта Манжурская Которая Сейчас Осталась Таким Знаете Стоять Манжурская Чем И Желтая Плахта Золотая Плахта Это Штаны Юбка Штанина А тут Вот так Вот запахивается Он Со своими Этими Золотыми Пальчиками С Манжурской Косой Манжурской Шаки И В этом Самой Нейшем Туалете А мы С вами Я буду Показывать Платья Китайские Как Изображение Космоса А он Тут Вышел Так Значит Это И Выходит Он Вышел Его Китайцы В этом Подданной Увидали И Повалились Навзнич Перепугавшись Потому Что Он Объявил Себя Вот Этим Мистическим Абсолютом Числом Семь Этим Черным Писом Мистическим Абсолютом Сейчас Покажу Как Это Графически Изображается Видали А Когда Нибудь Замычали Летали Помните Как У Тарковского В жертвоприношении Александр Перед сожжением Дома Одевает На себя Халат Поворачивается В спину И Убил На спине Этим Мистического Абсолюта Самая Интересная Работа Об этом Написано Сергея Михайловича Музенштейна Потому что Во всяким Мистическим Делам Был Большой Специалист У Кремина Спросите Пусть Даст Информацию А то У Кребанова Спросите Пусть Он Даст Информацию А то Начнут Меня Спрашивать А у нас Специалисты Есть По тому И По другому Вот Это Семь Это Мистический Абсолют Что Это Такое Очень Трудно Это Объяснить Это Один из самых Поразительных Одно из самых Поразительных Понятий Это Понятие Я вам Сейчас Дам Я вам Его Расшифрую Это Понятие Самое Серьезное Для китайского Искусства Вообще Оно Для китайского Искусства Причем И для Конфуцианского И для Даосского Для Любого Это Понятие Единства Это Понятие Единства Понятие Абсолюта Поэтому Это Понятие Абсолютного Единства Это Понятие Неделимости Разъять Это Нельзя Нельзя Разъять В черном Зародыше Не знаю Чем Включен Золотой Глаз Гвоздь Забит В золотом Черный Глаз Забит Это Не только Единство Это Еще И Неделимость А Также И Неслиянность Неслиянность Они же Несли Они Соединены В Единстве И Неделимость Пожалуйста Эту Формулировку Знать Должны Вы Абсолютно Наизусть И должны Знать Что Это Также Точное Определение Не только Этого Знака Мистического Абсолюта В Китае Который Изображен Так Абсолютно От 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 Сын И Сын И Неслиянность Это Глубочайшие Культурные Системы Системы Философского Эстетического Этического Познавательного Которого Это Что Все Фуси Когда Сидел Со Своей Лошадью Что Ли Драконом Конечно Это Все Было На протяжении Некой Базы Виде